всем привет сегодня расскажу про планировку с точки зрения психологии пространства и для этого я сравню две планировки грубо говоря было и стало и мы с вами попробуем представить как будет проживаться в одной и как будет проживаться в другой это и есть психология пространства и сценарий вашей жизни поэтому давайте смотреть я попробую на этом примере этой конкретной квартиры объяснить и рассказать как правильно делать планировки чтобы вам там жилось уютно и комфортно на протяжении всей жизни и вместе с вашими детьми в том числе давайте смотреть итак перед нами квартира достаточно большая 140 квадратных метров находится в жека александровский сад город екатеринбург вот в таком виде мне досталась планировка это заказчики прислали и попросили посмотреть что можно сделать с этой планировкой на самом деле у них уже был один вариант и они захотели еще один от меня ну всегда здорово сравнить разные варианты и понять по какому пути двинуться вот и давайте сравним эти два варианта я расскажу свою точки зрения а вы в комментариях напишите согласны со мной не согласны или предложите свой вариант и получится у нас конструктивный диалог и может быть по итогу родиться и еще одна планировка но со своей стороны я попробую вам доказать свою точку зрения и то что я прав и так рассматривать будем вот эти два варианта и сразу же прежде чем начать я хочу рассказать про самих заказчиков это два молодых человека которые ожидают в будущем детей соответственно мы планируем общую большую комфортную зону мастер спальню и детскую но я это себе так вижу когда я подхожу к планировкам я всегда исхожу из простых трех правил первое должно быть удобно второе красиво и третье комфортно первое чтобы было удобно для этого надо предусмотреть места хранения давайте посмотрим и сравним два варианта в первом варианте при входе мы видим шкаф и во втором варианте мы тоже видим шкаф но во втором варианте добавляется консоль и еще сиденья для того чтобы было удобно снять одеть обувь вот поэтому ну наверное маленький плюсик но все-таки можно поставить второму варианту идем дальше дальше нам нужно для удобства гардеробная или шкафы в спальне родителей здесь спальня вот она видим один шкаф не очень большой но хотя для одного наверное хватит и второй шкаф видимо это гардеробная на мой взгляд очень узкая но и на взгляд эргономики кстати говоря тоже узкая потому что если мы делаем шкаф то он должен быть глубиной 60 сантиметров чтобы плечики вошли а соответственно он увеличится и у нас останется всего лишь навсего вот здесь проход 60 но может быть 70 сантиметров а это очень узко ну то есть пройти то мы пройдем но бочком что во втором варианте в моем варианте я предлагаю сделать гардеробную вот она состоит из двух шкафов достаточно больших и расстояние между ними огромное это значит можно одновременно переодеваться снимать одевать одежду поэтому опять таки с этой точки зрения я считаю что здесь плюсик заработал если до лайк поставьте следующий очень важный момент это предусмотреть постирочную зону лично я считаю что она должна быть отдельно от ванной нельзя ставить стиральную машину в ванной комнате но во первых она занимает место потому что там будет корзина с бельем химия всякая стоять а во-вторых это некрасиво давайте посмотрим как это организовано в двух вариантах первом варианте стиральная машина стоит в ванной которая прямо при спальне то есть она там займет место это будет некрасиво во втором варианте отдельная постирочная зона огромного размера куда мы можем зайти там стоит стиральная машина там мы всем этим занимаемся постиркой глажкой вот пожалуйста и все удобно под рукой еще один плюс следующий момент хранение в ванных комнатах про это тоже многие забывают и в результате мы видим кучу баночек скляночек на бортах ванных на каких-то полочках согласитесь что это некрасиво потому что это визуальный шум баночки скляночки фены провода это все нужно скрывать и уже после этого наводить красоту давайте посмотрим что у нас здесь есть две ванны в первом варианте одна огромная вот одна огромная да и соответственно хранение здесь у нас предусмотрено скорее всего вот здесь вы выдвижных ящичках там где раковина но достаточно этого или нет не уверен что достаточно на самом деле но вот есть еще какой-то стеллажик вот дальше в ванной при спальне точнее в душевой здесь душевое хранение предусматривается вот я вижу только под раковиной все больше нет хранения а на самом деле самое большое хранение это как раз таки там где при спальне душевая или ванна потому что там кучу всяких лосьонов кондиционеров шампуней мочалок и так далее то есть это все будет здесь по стеночкам в будущем смотрим вариант который сделал я значит в первой ванне которая детская наша гостевая здесь хранение вот один шкаф и вот второй еще шкаф но кстати говоря вот этот второй шкаф он здесь предназначен для того чтобы хранить спортивный инвентарь я вам про это забыл сказать хозяин этой квартиры занимается спортом у него очень много спортивных сумок поэтому вот это место в ванной предусмотрено для того чтобы складывать эти сумки и формы но которые знаете попахивают не очень вкусно когда человек пришел со спорта и вот в первом варианте если мы посмотрим то куда складывать сумки некуда такого места нет не предусмотрено то есть возможно этим местом станет вот этот вот гостевой санузел скорее всего вот потому что ну тащить потную спортивную одежду в гардероб или в спальню ну вряд ли кто-то захочет поэтому здесь у меня выгрожено место под эту спортивную одежду вот в другой ванной хранения смотрим здесь предусмотрено над унитазом шкафчик то снизу инсталляция сверху шкафчик открывается и дополнительно еще есть этажерка комодик внутри которого много всего хранения ну и понятно под раковиной тоже выдвижные ящики где все это хранение организовано то есть в трех местах везде мы можем это все попрятать так как нам нравится здесь еще кстати говоря есть такая интересная фишка вот здесь душевая вот вы видите душевая и из душевой есть такая вот дырочка в стене мы помылись и туда можем один грязное белье бросать с обратной стороны стоит корзина вот в той постирочной которую я вам уже показал и туда это все падает но вот такая удобная мелочь а как говорится приятно хранение в кухне первый вариант кухня вытянута вдоль всей стены плюс дополнительно остров достаточно много хранения и это плюс в моем варианте кухня тоже вытянута вдоль всей стены и остров стоит посередине ну тоже местах достаточно хранения и в этом варианте но кухня сама по себе чуть побольше в первом ну поэтому не знаю кому плюс вы отдадите мне кажется второй вариант тоже достаточен для того чтобы здесь все 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 хранить плюс рядом еще есть кладовая куда можно дополнительно запрятать то что не влезло на саму кухню с хранением закончили вот этот первый пункт над которым я работаю когда делаю планировку кстати говоря если вы хотите сделать планировку для себя вы можете обратиться ко мне я с удовольствием для вас ее сделаю ссылочку на эту услугу оставлю в описании следующий пункт это красота для того чтобы у вас случился красивый дизайн нужно красиво расставить мебель по правилам композиции рассказываю как это должно быть для начала мы должны пространство сделать ровным прямым насколько это возможно прямоугольник или квадрат вот обратите внимание у меня прямоугольник вот здесь вот кухня-гостиная вписана в прямоугольник и мебель стоит как бы по оси нанизанная на ось это значит мы обеспечили равновесие такое зрительное равновесие равновесие это баланс баланс умиротворения да то есть спокойствие все мы добились вот этого умиротворения спокойствие и гармонии с точки зрения расстановки мебели что мы видим здесь мы видим мебель размазанную по стенам это с точки зрения композиции неправильно на мой взгляд если вы не согласны напишите в комментариях почему не согласны но аргументированно потому что я я та книги читал изучал композицию понимаете в институте изучал вот и композиция говорит о том что нужно вот так делать а здесь вот неправильная форма помещения углы углы любые углы которые вдаются в пространство это некомфортно потому что мы его воспринимаем как что-то острое что вот на нас как-то давит понимаете и вот эти углы вот он этот угол вот угол он не должен на нас давить потом здесь нету симметрии то есть несбалансированная расстановка далее идем в спальню и вот здесь спальня совершенно какой-то раз чудесно кривой формы вот она вот такие вот раз угол два угол три угол вот эти все углы будут давить а в спальне то наоборот должно быть самое умиротворяющее состояние вот посмотрите здесь у меня спальня в правильной квадратной форме вот она вот в квадратик вписалась вот все стоит по осям кровать напротив макияжный столик вот все ровненько здесь кровать стоит так что напротив какой-то кусочек стены ну видимо телевизор там на нем висит и как-то остальная мебель разбросана в пространстве ну видимо лишь бы влезла вот какая-то логика такая ну с композиции я думаю более менее понятно теперь переходим к комфорту да давайте с точки зрения комфорта сравним эти два варианта комфорт это то как мы себя ощущаем то как мы проживаем то как мы будем себя чувствовать через год через пять лет через десять насколько нам комфортно будет жить с детьми вместе да ну вот давайте с этого и начнем вот появились дети да смотрим первый вариант у нас есть детская вот она и есть спальня вход в детскую и в спальню напротив это значит когда мы откроем двери то мы будем видеть с кровати лежа на кровати ребенка а ребенок будет видеть нас это неправильно кровать не должна стоять на проходе а тем более на просвет с детьми я понимаю что кто-то из мамашек может сказать что мне так удобнее потому что я вижу маленького ребеночка как он там спит в кроватке возможно но это только год ну два а потом то когда он вырастет когда постарше станет вы тоже будете вот так лежать и смотреть друг на друга а если муж вас захочет приобнять и так далее как вам будет мне кажется не очень комфортно то есть вот это вот на мой взгляд огромный минус с точки зрения комфортно просто представьте себе эту ситуацию потом если нам нужно переодеться то есть кто-то пойдет вот в эту гардеробную понимаете но допустим это шкаф для дамы а вот это для мужчины но все равно же неудобно выходить из спальни идти в дополнительную гардеробную смотрим второй вариант во втором варианте гардеробная при спальне кровать за стеночкой то есть войдя в спальню мы сразу же кровать не увидим она у нас дальше и даже если кто-то зайдет в спальню когда хозяева будут на кровати у них будет там пол секунды времени перегруппироваться так сказать подготовиться к визиту непрошенных гостей с точки зрения комфорта этот вариант соответственно комфортней идем дальше мы видим что варианте номер один есть огромная ванна которая стоит просто отдельно то есть если хозяйка хозяин захотят принять ванну то им нужно выйти из спальни и пойти в эту ванну то есть это значит что мама с папой делят эту ванную комнату с ребенком что в принципе само по себе неплохо но если так подумать и прожить разные сценарии то что могут делать мама с папой то это не совсем комфортно комфортнее когда ванна находится рядом со спальней и вот сравните в первом варианте ванна она обособлена просто помещение со стенами и дверью в моем варианте я предлагаю сделать стену открывающуюся и ванна сразу же попадает как бы в комнату то есть лежа в этой ванне можно действительно реально по-настоящему балдеть потому что комната огромная свет в окно попадает ну то есть не комната а целая кайфушная ну классно же но чтобы вас не смущало если вдруг вам хочется в туалет то здесь сам туалет за стеночкой находится то есть за стеночкой тут же душевая из этой душевой вот я вам показывал уже мы можем вещи бросать туда в постирочную стиральной машины здесь нет перегородки если надо мы их закрываем и все у нас обособленная комната получилось понимаете сразу же какая многофункциональность если нам надо скрыться перегородки закрыли если мы хотим покайфовать мы их открыли и вот пожалуйста ванна даже кресло здесь есть со столиком за которым можно вот посидеть там поболтать с тем кто моется но согласитесь это же классно это вот это по-настоящему кайф это вот как будто вы приехали в дорогущий отель и там балдеете так вот это может быть у вас в квартире если включить мозги и сделать так как надо сделать понимаете а не так как вот получилось поэтому зона спальне родительской она именно в этом месте здесь и кровать и большая гардеробная и классная ванна понимаете такая релакс ванна и она ровная все посмотрите ровное пространство без всяких там углов нежели вот здесь при этом у ребенка есть своя ванная то есть он здесь может конечно полежать и побалдеть дети вообще любят ванны и лучше всего ванны ставит потому что не любят там купаться вот она есть ванна есть раковина есть унитаз и она это ванная рядом с комнатой ребенка то есть не надо ему куда-то там бегать куда-то вот пожалуйста вот здесь все есть все рядышком все классно теперь давайте пойдем дальше и посмотрим как с точки зрения вот комфорта психологии мы заходим в квартиру да вот в первом варианте мы заходим и попадаем вот в такое узкое пространство из которого хочется быстрее выбежать и куда-то там уйти в моем варианте это настоящий холл с красивым комодом картина над ним цветы вазе здесь какое-то кресло шикарное можно вот сюда зеркало в полный рост повесить огромный шкаф то есть здесь мы находимся с радостью и не хотим быстрее туда выбежать это как в театре вот вы пришли и вот холл нарядный понимаете ну конечно я не призываю вас делать в квартире как в театре конечно кто-то скажет да ты чего прихожей вещи бросил убежал можно и так вы так себе и сделайте но я делаю квартиры с точки зрения комфорта для людей как они себя будут ощущать просто представьте либо вот-вот в узкой какой-то вот кишке зашли вы как вы себя ощущаете либо вы попали в холл обратите внимание это сделано в рамках одной и той же квартиры да мы лишились третьего санузла вот в первом варианте было три санузла вот это вот при входе гостевой санузел в моем варианте его нет но зачем три если в квартире проживает два сначала человека потом три зачем три санузла два более чем достаточно я считаю что гораздо важнее сделать вот это вот первое впечатление прихода домой чем значит третий санузел который будет но просто простаивать следующий момент это готовка вот в первом варианте когда человек будет готовить он будет находиться вот в этой зоне за островом и еще продолжать бегать вдоль кухни длинной видите вот здесь вот и наматывать лишние метры в моем варианте готовка происходит вот здесь то есть перемещение минимальное повернулись сюда повернулись сюда и плюс заключается в том что кухонный гарнитур максимально пододвинут к окну то есть остров практически рядом с окном это значит что он будет очень хорошо освещаться дальше стол стоит и он очень хорошо будет освещаться в первом варианте тоже стол стоит у окна а вот мое решение мне кажется такое интересное оригинальное здесь между столом и диванной зоны я делаю такой островок с растениями его не обязательно делать но мне показалось что будет здорово если я вот сюда поставлю такую огромную катку с несколькими большими комнатными растениями и вот отделят пространство гостиной от пространства кухни-столовой и сделают его интереснее и богаче ну то есть мы такие уди уединились сюда на диванчике залеглись книжечка и вот мы в кустиках в джунгликах в этом варианте варианте номер один сидя на диване мы как бы спиной туда тот кто готовит а спиной сидеть неудобно это некомфортно нам это неприятно особенно еще вот угол дивана выпирает вот сюда из коридора из коридора мы тоже как бы сидим спиной это тоже не комфортно то есть люди будут все время пересаживаться здесь сидеть будет неудобно просто проживите это почувствуйте далее в качестве нескольких таких фишек в этой планировке вот что я предложил сделать во первых есть хозяйственная зона она же постирочная она же дополнительная зона хранения для кухни она же гладильная она же постирочная смотрите что я сделал я сделал открывающиеся раздвижные двери которые можно закрыть и комната становится обособленным и там весь бардак скрыли ну например гости пришли мы из кухни быстро туда перекидали или например у нас там вещи не глажены то есть мы верки прикрыли и все когда мы занимаемся хозяйственными делами дома двери открыли и это пространство становится частью кухни столовой она хорошо освещена мы себя комфортно чувствуем когда гладим белье и вообще нам там хорошо и хозяйстве мы занимаемся вот в этой зоне согласитесь это очень удобно и комфортно то есть с радостью с удовольствием и занимаемся домашними делами они вот тут вот вот как-то в закутке где света нет где все тесно неудобно и кстати говоря здесь еще стиральной машины прямо под головой кровати ночью вы ее не запустите потому что она будет мешать спать ну шумит же она а здесь максимально далеко и постирочная от спален никому мешать не будет это первая фишка вторая фишка это вот этот зеленый островок про который я вам уже рассказал который делит два пространства на двое и создает оазис дома такой итальянский дворик если хотите вот вторая фишка третья фишка это мастер спальня с огромной гостиной с прекрасной кроватью макияжным столиком и с открывающейся дверки вот это вот самое мне кажется главное украшение это вот вот это вот раздвижная дверь которая делает ванну частью спальни и лежа в этой самой отдельно стоящей ванной мы можем реально кайфовать потому что вот она вся комната перед нами свет проливается но это еще не все здесь есть такой закуток куда я ставлю тоже растение пускай они будут искусственные но знаете тогда получится вообще ощущение что мы как на таиланде где-то понимаете вот тут вот у нас какой-то бамбук растет а мы тут моемся ну классно же и вот здесь вот где унитаз стоит стеночка например может быть не высокая а вот по грудь и когда мы в туалете или душ принимаем вот здесь то мы видим что там растения растут которые красиво освещаются эти фишки сами по себе делают интерьер интересным и дорогим а еще к дизайну даже мы не приступали а я напомню что мы делаем классный дизайн и если хотите себе заказать дизайн то пожалуйста переходите по ссылке или на наш сайт градис точка ру мы сделаем вот такой дизайн и конечно придумаем идеальную планировку но еще одна фишка из коридора который здесь получился в моем варианте я сделал галерею здесь вот такие вот могут быть полочки или какие-то стеклянные кубики которые мы уже делали в одном из своих интерьеров куда можно расставить какие-то награды а так как наш хозяин этой квартиры спортсмен награда у него обязательно есть и вот в эти стеклянные кубики можно поставить кубки развесить медали наиболее ценные драгоценные и получается это у нас такая вот зал славы такая вот галерея понимаете да зал славы медали кубки но согласитесь классно вот это же совсем другая история получается да напишите в комментариях да или нет понравилось или нет лайк обязательно поставьте но в завершении я хочу сказать что квартира может быть одной а планировка и сценарий проживание вашей жизни он может быть совершенно разный и только от вас зависит какой сценарий вашей жизни и ваших детей вы хотите себе в этой квартире только от вас если хотите я могу вас научить делать планировки в своей школе ссылку оставлю в описании если вам учиться неохота то я могу эту планировку сделать для вас ссылочку на услугу тоже оставлю в описании ну а на этом все всем пока подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал градис интерьер и всем пока лайк поставьте